Привет! Это проект Кэшни Кэш, студия Наталья Попова и наши гости. Сегодня это представители бизнес-сообщества Никита Семенов, директор мебельной фабрики Привет Макет и видеоблогер. Все верно? Да, все верно. Аплодисменты. Михаил Елен, генеральный директор Digital Wave. Аплодисменты Михаилу. Сегодня мы с вами посмотрим свежие и не очень бизнес-тренды. У нас будет три бизнес-идеи, которые мы должны оценить и высказать свое экспертное мнение. И понять вообще, есть ли там деньги или нет. Готовы? Да, конечно, очень интересная. Эпизод номер один. Агротуризм это называется. Особенно это направление расцвело во время пандемии, когда люди по собственной воле или не по собственной были вынуждены покинуть большие города. Поехали на природу, в деревню к бабушке. У кого не было бабушки, то люди просто снимали дома. Ну и, собственно, вели такой натуральный образ жизни. В Европе, на самом деле, это направление туризма достаточно давно уже развивается. Там где-то в 90-х годах это началось. Особенно популярно в Италии, Испании, Франции. Вот в этих направлениях. Первая вообще эко-туристическая ферма в России появилась в 1990 году. То есть это был выходец из Италии, который где-то там в Подмосковье разбил такую импровизированную деревню, в которой принимал туристов. Ну, то есть люди приезжают туда, занимаются какими-то традиционными для деревни вещами. Там сбор ягод, грибов. Их пускают поработать на огороде. Внимание! То есть люди за это деньги платят. Ну и, соответственно, ведут просто такой вот приближенный к земле натуральный образ жизни. Сейчас в России, как выясняется, очень популярное направление в туризме. Давайте посмотрим, как это выглядит. На данный момент такой формат развития загородного отдыха очень актуален и очень популярен. Особенно в нашей стране, когда есть хороший такой потенциал, и он не развит. Развивается такой формат. И у нас комплекс начал развиваться где-то 6 лет тому назад. На этих территориях еще даже ничего не было. Это была целина. Это был Борщевик-Сис. И мы решили создать такую ферму, где могут приезжать наши близкие, родные, друзья, кушать натуральный продукт. И постепенно-постепенно разрослось и получился такой крупный агротуристический комплекс. Вообще в своей концепте в федеральном масштабе уникальный. Конечно, есть очень много наших коллег и фермеров, которые тоже развивают такой формат. У кого-то небольшая ферма, курятник держит, кто-то коров держит, кто-то сыр варит. Но здесь концепция такая, что семья, приехав сюда, может отдохнуть, разместиться у нас, может научиться, как делать сыр, может научиться, как печь лаваш в тандыре на дровах. Это совсем другой эффект. То есть ты достаешь этот лаваш горячий из тандыра, заворачиваешь сыр с зеленью, вот у нас рядом там теплица, заворачиваешь вот этот сыр, и такая природа, такой воздух, и это все. Больше что еще нужно человеку? Чтобы еще семья была рядом. И все, что самое важное. У нас здесь домики, у нас здесь номерной фонд, чтобы людей не оставить без питания. Мы здесь как раз кормим наших посетителей. Есть определенные гости, которые проводят здесь свои мероприятия, какие-то там радостные дни рождения, либо свадьбы. Гости приехав, они могут сплавиться на байдарках. Люди могут пойти кататься на велосипедах, порыбачить могут. Вот у нас есть пруд 2 гектара почти, там можно ловить карпов, форель, амур, самов. Вот сейчас скоро щуку завезем. Можно пойти на скотный двор, можно поездить на лошадях, по полям, либо взять уроки верховой езды. Такой своеобразный отдых. То есть ты приехал, заплатил от 3 тысячи рублей за сутки, и утром встал, почистил коровник. Потом пошел сыр. Ну что ты сейчас заплатил? Ну это я, конечно, утраирую, но принцип такой. То есть люди хотят быть ближе к земле. Вот вы как потребитель, вам интересен такой вид отдыха? Ну, хочется сказать, что человек молодец, очень интересное дело делает. Бизнес это или нет, это, конечно, вопрос. Можно ли это масштабировать, можно ли это привозить в другие регионы. Будет ли это существовать без этого человека, это все такие вопросы интересные. Но мне, как потребителю, всегда не хватает, как минимум, в Пермском крае таких мест, куда можно приехать и качественно провести время на природе. То есть это либо база отдыха, где просто ты снимаешь домик, и они все такого сомнительного качества. И все это очень дорого. Относительно, не знаю, поездки, например, за границу, где, опять же, как вы говорите, в Европе это все достаточно развито, и там это гораздо проще. Но сейчас в Европу не уехать. Согласна. Да, так, в принципе, это очень интересно. Я думаю, что именно поэтому у нас это направление начало развиваться, потому что просто людям было некуда уехать. Да, но если посмотреть на рынок Пермского края, таких мест практически нет. То есть мы с женой искали, куда съездить, не нашли. Если бы было, мы бы поехали. А если что и есть, то оно пока на таком супер каком-то базовом уровне. Но здесь все равно, вы понимаете, что агротуризм и просто выезд на природу, это немножко разные вещи. То есть здесь вам предлагают фактически стать сельским жителем на какое-то время. Ну и нет, я считаю, что в принципе это в тренде. То есть сейчас современные все жители мегаполиса, и там если мы говорим не конкретно про Пермский край, а там про глобально вообще, там про какие-то мировые тенденции, конечно, хотят быть ближе к натуральным продуктам, отдыхать от энергетики большого города. Вот, то есть, но конкретно если мы говорим про Россию, про Пермский край, то у нас очень слабая инфраструктура для того, чтобы там люди поехали в, не знаю, в какую-то деревню, не северо Пермского края, нужно создать хорошую инфраструктуру, то есть, не знаю, аэропорты, гостиницы развивать, потому что, то есть, люди сейчас очень требовательные. И то есть, в принципе, идея хорошая, но с точки зрения бизнеса она очень затратная. А здесь как раз весь смысл агротуризма в том, что здесь не нужно строить гостиницу, здесь нужно взять большой дом деревенский, отремонтировать его, ну, желательно, конечно, сделать какие-то удобства внутри, то есть, здесь как раз затраты-то немного, то есть, если это рассматривать вот именно вот с такой точки зрения, что это просто какая-то усадьба деревенская, в которой человек условно ремонтирует там дом на несколько квартир, комнат, вернее, желательно, там, с разными входами, чтобы разные жильцы были, и предоставляет им возможность пожить натуральным хозяйством. Ну, вот я говорю, если рассматривать там в рамках какого-то частного фермерского хозяйства, или там частных каких-то бизнес-предпринимателей, бизнесменов, то есть, это неплохая история, там, заработать дополнительные деньги на своем хозяйстве, но с точки зрения именно, если там это строить какой-то крупный бизнес, мне кажется, эта история там, ну, слабо масштабируется и слабо управляется, либо она, либо требует очень там серьезных там денежных вливаний. Мне кажется, здесь можно докрутить, а если там устроить такой небольшой трешечок, что ты приезжаешь из тепличных условий, и там, ну, реально спишь, там, не знаю, на сене, ешь вот то, что добыл, ну, такое, как вот раньше была передачка, когда на остров попадают... Соседских кур, да? Да, 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 а тут ты попадаешь в деревню, у тебя выхода никакого нет, там, у тебя телефон отобрали, деньги забрали, вот, давай, выживай, и у тебя там тариф, сколько ты выживешь, один день, три дня, пять дней, вот тут уже, наверное, можно подумать. Это всегда, если вот с точки зрения такого, мне кажется, что-то в этом есть. Я думаю, что в Европе вот именно с этим посылом все это строится. Я в Европе был вот в подобной, скажем, деревне, под Гамбургом, вот, там сриженные газоны, то есть там действительно огороженная территория, ходят там какие-то животные, но это, то есть ты не сильно понимаешь, оказался ты там вдали от цивилизации или нет. Так же работает интернет, все очень благоустроено, сухо. Я просто представляю, вот привезти туристов, я не знаю, там весной, в Распутицу, в наш север, но они убегут, мне кажется, на следующий день, скажут, не надо вам ни ваших кур, ни коров. Это нужно каких-то японцев туда возить. Экзотика так экзотик, чтобы было для людей. Да, возможно, но опять же, несмотря на такую дикую, скажем, среду, куда планируется возить туристов, все равно люди там из мегаполисов, они все хотят какой-то базовый бытовой комфорт. И вот с этим, мне кажется, там будут проблемы. Но вот наше поколение, мне кажется, все задолбались на дачах, и им это точно не нужно. Но опять же, если придумать какой-то, то есть тонкая грань, да, вот нужно найти то, что может зацепить. Но это действительно не дачный отдых. Ну что, кэш-не кэш? Я бы хотел, чтобы у товарищей все получилось, чтобы у нас таких мест было больше, но мне кажется, не кэш. Сам бы не стал. Сам бы точно не стал. Я поддержу. То есть я тоже хочу, чтобы как можно больше было таких мест, но сам бы я, ни средства свободные, не вложился бы в эту тему. Ну, то есть не кэш? Не кэш-не. Сейчас Никита нам даст мастер-класс. Эпизод номер два. Производство мебели трансформеров. Я честно скажу, когда я смотрю любое видео про мебель трансформеров, меня это завораживает. Меня просто завораживает. Но у меня нет ничего из мебели трансформеров, кроме раскладного стола. У меня один единственный стол из раскладной. Больше ничего нет вообще. То есть у меня здесь интересно понять, как у вас, как у профессионала этого рынка, действительно есть ли спрос в России на мебель трансформеров? Или нет? Или это просто вот такая фишка какая-то, которая с детства может быть интересна? Ну, это действительно интересная тема. К нам постоянно приходят подобные запросы, показывают вот эти вот интересные гифки, анимации, картинки. Но мне кажется, что это все лишнее. Ну, может быть, в ролике что-то новое я увижу, но я ни разу не увидел того, что действительно пригодилось бы. То есть если посмотреть те же наработки вот из начала века немецкие, то там такие дома трансформеры, то есть там вся мебель была трансформеров, чтобы человек на маленьком клочке своей площади мог сделать что угодно. Но это особо не приживается. Сейчас есть какие-то остатки, там, кровати, которые встраиваются в шкаф, еще что-то. Ну, у кого действительно мало места, но как это обычно происходит? У тебя есть шкаф-трансформер, он всегда в открытом состоянии, захламляется и так далее. Но бывает что-то интересное, может быть. Есть такая статистика, что именно в 2021 году в России спрос на мебель трансформеров выросло в два раза. Я не знаю, с чем это связано. Это очень интересная статистика. Давайте посмотрим. Давайте. Большой популярностью сегодня пользуется мебель, способная трансформироваться, занимать минимум места. А занятое пространство использовать максимально эффективно. Современные телевизоры плоские и чаще всего висят на стене. На первый взгляд может показаться, что это тот самый объект в доме, который не занимает лишнего места вообще. Однако специалисты из компании Bakes Modules задумались о том, как сделать так, чтобы на месте телевизора сделать дополнительную зону для хранения вещей. И именно так получилась эта подставка для телевизора со спрятанными внутри полками. А теперь мы покажем продукты другой компании, которая очень много времени потратила на разработку такой мебели, которая бы удивляла всех вокруг своей способностью трансформироваться. LG Lesmo базируется в Италии, и в их ассортименте можно найти самые разнообразные изделия. От обеденных столов до кофейных столиков и даже стульев. Вот этот столик, например, как по волшебству, изменяет длину со 100 сантиметров до 200 и обратно. При этом изменяется еще и высота. Таким образом, один этот предмет мебели заменяет сразу два. И обеденный стол на 8 человек и кофейный столик. К основанию прикреплены колеса, так что транспортировка стола упрощена. Но меня вот это завораживает. То есть мне вот захотелось такой стол, например. Ну вот ключевое слово здесь прозвучало. Эта мебель очень удивляет. Она действительно удивляет. И, возможно, это единственное ее преимущество. Потому что вот такой стол, вот посмотрите, сколько на нем всяких механизмов, колесиков, шарнирчиков. Это все очень сложно, очень дорого. Это все не очень эстетически просто и, соответственно, красиво. Гораздо проще сделать стол. Но если нужно, вам еще сделайте стул под него и все. Ну, я не знаю, если у вас 11 квадратных метров дома, ну, наверное, такая есть в этом смысле. Но у нас у многих же 11 квадратных метров дома. То есть россияне – это люди, которых испортил квартирный вопрос. У нас все живут на грани выживания вообще. Мне на самом деле кажется, почему-то вырос спрос именно в России в два раза. То есть, я не знаю, по статистику по другим странам. Пандемия тут виновата. Люди стали больше проводить времени дома. То есть удаленная работа. Стали обращать внимание, может быть, больше на пространство вокруг себя и вот это желание оптимизировать пространство вокруг себя. То есть это не просто то место, где ты от работы отдыхаешь, а где ты работаешь в том числе. И поэтому уже к помещению и к мебели, которая тебя окружает, дополнительные какие-то требования возникают, что это не просто место для отдыха, но место для работы. И, соответственно, ты пытаешься это место оптимизировать. На самом деле, да, вот этот столик итальянский, он такой достаточно стильный. И мне кажется, даже в большой квартире, в большом доме, он даже, мне кажется, больше предназначен для большого дома. И именно вот эта вот его высокотехнологичность, как раз это и есть его фишка. И мне, в принципе, нравится такая мебель. Я вот сейчас посмотрю. Я не задумывался о мебели трансформерных никогда. Но то, что сейчас я увидел, ну ничего, такие интересные какие-то варианты. Но это, мне кажется, больше как раз сегмент дорогой мебели. Не с точки зрения, то есть оптимизировать пространство, а с точки зрения именно такой какой-то дополнительной фишки. Удивить. Да, Никита правильно говорит, удивить. Ну, тренд действительно есть. Есть растущие столы. Мы тоже их, например, одно время продавали. Но это все очень сложно, нам кажется. Мы вот этим особо не занимаемся. У нас другой принцип. Мы наоборот, если есть проблема в том, что, например, не хватает места, мы оптимизируем именно мебель под это место, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства. Я вспомнила очень интересную историю по поводу вот этого роста спроса на мебель трансформеров. Во время пандемии на какое-то колоссальное количество раз вырос спрос на гладильные доски. Как вы думаете, почему? Удобно за ними работать. Да. Удивительная вообще совершенно история. То есть чувствуете, то есть люди не нашли на рынке аналогичное предложение стола и начали покупать просто гладильные доски. То есть когда у тебя дома, например, 4 человека, там, двое сидят на дистанте, да, им тоже нужны столы, и вы вдвоем остались тоже работать дистанционно, удаленно, то есть, ну, как бы, ну, не в одном доме, мне кажется, нет столько столов. График использования мебели, да, какой-то. Да, 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 да. Ну, какой график, если вы все вчетвером должны одновременно работать. Поэтому вот пошел спрос на гладильные доски. Ну, это может быть как раз и как гладильная доска, и как стол, какие-то дополнительные, там, декоративные функциональные элементы включить, чтобы он был более универсальный продукт, и все. Ну, да, можно, например, какой-то чехол сверху просто надевать, и все пошел процесс, посмотрите. Я просто думал, с чем еще объединить, потому что мы глашку объединили, и работу, может, туда добавить еще что-нибудь. Если пониже, опусти кипятками, а потом приделываем колесики и едем в другой город. Так, ну что, давайте резюмируем. Кэш-не-кэш есть в этом вообще будущее? Никита, с вас начнем. Опять же, мне кажется, смотря как подходить, есть компании, которые вот на этом вау-эффекте делают прям большие деньги. У нас есть такие там коллеги, конкуренты, как их, не знаю, назвать. У них там международные контракты. Сейчас очень модно делать удаленные вот эти все офисы, неудаленные офисы, там, умные офисы. Это когда люди там, не знаю, записываются по записи, приходят коворкинги и так далее. Вот это там все очень актуально, и там платят большие деньги. И если в эту нишу зайти, то это кэш. А если так просто побаловаться, то, наверное, нет. Я тоже поддержу, что я считаю, что, в принципе, тренд в этом какой-то есть. Мне понравилось. И да, кэш тоже. Эпизод номер три. Зоо-няня и зоо-гостиница. Есть ли у вас домашнее животное? Нет, у меня нет домашнего животного, как раз, возможно, вот сейчас. Заведу. Из-за этого кейса, да. У нас куча котов. Это вообще такая интересная история. Это все очень интересно. Но как минимум я, например, сменил весь гардероб, потому что все коты рыжие. И я в итоге всегда был рыжий после того, как они появились. Куда отдаете кошек? И вы уезжаете. Что делать с кошками? Тоже интересный момент. Вот мы с женой уезжаем в Москву. Выходные собираемся. У нас дома два кота. Что с ними делать? Их нужно везти к тёще. Вот сегодня и завтра у меня будет квест, как этих котов перевезти к ней домой. Один там, у него все время что-то из него выходит, пока его везешь. Второй сидит спокойно, но все будет обязательно в волосах. Плюс с ними надо везти еду, туалет и так далее. То есть это целая такая экспедиция. Но хорошо, что есть тёщи. Если у меня было тёщи, я не представляю, куда отдать. Вот, давайте посмотрим, куда отдать, если нет тёщи. Да, часто, когда я рассказываю, чем я занимаюсь, люди сразу задают вопрос, что это такое. Зоуняни — это когда ты приходишь на территорию хозяина и сидишь конкретно с собакой, пока хозяина нет дома. Есть такое, когда хозяева уезжают, и они конкретно тебе привозят домой собаку, и ты на своей территории находишься с ней. Мы работаем вместе. Наташа занимается в основном собаками. Я беру котиков, и плюс я ещё уезжаю на дом. Когда хозяева не хотят оставлять животное на домашней передержке, я приезжаю к ним домой. У нас специальная гостиница, то есть у нас помещение, тут сделаны специальные вольерчики. Где живут наши животные? Я думаю, что с котами проще в этой истории, вот с собаками сложнее. То есть собак не каждая тёща возьмёт. Начнём с этого, к котам они лояльнее относятся. И поэтому в моём окружении очень многие люди, например, пользуются зоу-гостиницами. Вообще я тоже вообще слежу за тенденциями в новых бизнесах, в предпринимательстве. И рынок, услуг именно для домашних питомцев, он по среде нескольких лет очень мощно растёт. Прям гигантский рост показывает. И я считаю, что это очень будет востребована эта услуга, и гостиница, и какая-то там сиделка. Потому что я очень надеюсь, что, во-первых, и закончатся ограничения пандемии, и люди снова начнут путешествовать, больше ездить. И это будет очень удобный сервис. Но поскольку я не в теме, у меня нет питомца, мне сложно оценить как-то более глубоко. Но вот внешне вроде бы идея хорошая. Тут всё-таки две идеи. Первая – это гостиница, вторая – это вот эти няни. Если с нянями, мне кажется, более-менее понятно, потому что это, в принципе, на нянь похоже, чем-то на клининг похоже. То есть люди же приходят, в принципе, это доверяют. То есть примерно по такой же модели это, наверное, можно. То есть это что-то среднее между нянями и клинингом. Вот, пожалуйста, модель. Что касается гостиниц, я, конечно, опять себе уже нафантазировал. Вы говорите аренда. Но опять же, где аренда? Если аренда в центре, то это точно дорого. Если делать где-то на окраине, то тут будут как туда заманить сотрудников, которые поедут туда. Если это гостиница, то я себе представляю пятизвёздочную сразу же гостиницу. А кто-то, может быть, кто этим займёт? Да, с массажем, с какими-то домиками. Ну, это же будет бешеных денег стоит. Точно не каждый готов за это заплатить. А, скорее всего, это будет как-то... Я думаю, что здесь такая же должна быть градация, как у обыкновенных гостиниц. Должен быть хостел, а должен быть пятизвёздочный отель. То есть сколько у тебя денег есть, туда и едешь. Кэш? Опять же, тема хорошая, но свой бы кэш я туда не вложил. Я полностью согласен. Мне кажется, если это дело кому-то нравится, то для него это будет, возможно, кэш. Ну, я бы тоже вкладываться не стал. В общем, просто завозим собак, воспитываем кошек, продолжаем пользоваться или начинаем пользоваться услугами зоу-нянь и зоу-гостиниц. Это была программа «Кэш не кэш». Сегодня мы вместе с Никитой Семёновым и Михаилом Елиным обсудили последние тренды в бизнесе и дали своё экспертное заключение. Кэш или не кэш? Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки и присылайте ссылки на то, что вы хотите увидеть в следующих программах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»